Добрый день, дорогие зрители! Мы с вами продолжаем рубрику «Православный вестник». И в формате вопросов-ответов сегодня поставимся ответить на распространенные вопросы или недоумения по отношению к православной церкви или к нашей вере. Вот, например, вопрос. У меня началась темная полоса в жизни, за что Бог меня наказал. Действительно, порой у человека бывают какие-то трудности в жизни, и ему кажется, что Господь его наказывает, что Господь его, может быть, не любит, или Господь забыл о нем. И сложилось впечатление, что Господь, ну, как бы, желает плохого человеку. То есть, если он Господь всемогущий, то зачем он допускает эти проблемы в жизни, зачем он допускает болезни и так далее. И действительно, мы видим, например, в Ветхом Завете Господь, написано в Священном Писании, наказал города Содом и Гоморра, полностью уничтожив их, как сказано, за их грехи. И создается впечатление вот такой некой взаимосвязи грех и наказание за грех, то есть преступление и наказание за это преступление. И Господь предстает в наших глазах, как некий наказующий, как некий палач, который желает человеку чего-либо плохого. Но это невозможно, потому что мы помним слова в Священном Писании, Бог есть любовь. То есть, Господь — это сама любовь, которая желает человеку только лучшего. И как же тогда связать нам эти понятия? Бог — любовь и Господь наказующий. Мы знаем, что Господь не только благ, не только добр, но и праведен, то есть праведлив. Как совместить эти два, казалось бы, противоположных понятия в Боге? На самом деле, конечно же, Господь не наказывает в том смысле, в котором мы это понимаем. Ну, как, например, судебная система в России или в сельском государстве. То есть человек совершил какое-то преступление, он получает определенный срок наказания. То есть он должен пробыть это время в плохих условиях, в неудобном месте, в тюрьме, в заточении. То есть ограничен в своих действиях, ограничен в некоторых правах. И это как действительно некое, ну, буквально наказание. Господь же не наказует ради наказания, но допускает некие страдания для исправления. Наверное, более правильным термином в понимании отношений человека с Богом будет некое воспитание. То есть не как палач, но как родитель, который заботится о своих детях. Ведь если ребенок маленький совершает какие-то действия, которые опасны для него, то родители стараются пресечь эти действия. И порой даже иногда, ну, достаточно жестко. Если, ну, например, если ребенок пытается засунуть там какие-то спицы или пальцы в розетку, и это опасно для его жизни, то родители могут его поругать, как-то наказать, в угол поставить, лежит там какие-нибудь сладости и так далее. И мы видим, что это наказание не является следствием каких-то законов, которые себе придумали родители, или какой-то жестокости родителей по отношению к ребенку. И не является демонстрацией недостатка любви. Но наоборот, тем, что родители воспитывают детей, они как раз и проявляют любовь. И об этом говорит и сам Господь. Кого люблю, того и наказую. То есть Господь через наказание, как мы это представляем, как мы это понимаем, проявляет свою любовь, проявляет некое воспитание. Но какое это может быть воспитание, если человек, например, заболел смертельной болезнью? Ну, как это можно воспринять воспитание? Вот мы, например, своему ребенку никогда не пожелаем какой-то, как бы он не согрешил, что бы он у плохого не сделал, мы не желаем его казнить, например. Ну, хотя, например, как в художественном произведении Тарас Бульба, мы помним, что отец лишил жизни сына за предательство. Но тут важно понимать смысл жизни человека. Вот если ставить смысл жизни как возможность как можно дольше прожить, или возможность как более комфортно прожить, тогда, да, казалось бы, Господь нарушает смысл этой жизни. Но на самом деле смысл жизни не в самой жизни временной, но в жизни вечной. И если сопоставить длительность и важность, значение жизни временной, ну, пускай 70-80 лет, и жизни вечной, бесконечной, миллионы, миллиарды и так далее лет, то есть вечность, то, конечно же, намного важнее становится вечность. И вот как раз для того, чтобы человек достиг этой вечности, Господь может в чем-то его ограничивать, в чем-то его лишать в этой временной жизни. И мы видим, что действительно даже в пословицах есть некое соотношение проблем человека и его обращения к Богу. Ну, даже вот известная пословица, «Пока гром не грянет, может не перекреститься». А о чем говорит? Что если пока у человека не появятся действительные, реальные проблемы, он забывает о Боге. Он забывает о самом главном. Или, например, другой пример, что некий человек молился и долго молился Богу, просил что-то у Бога и не получал просимое. И вот, наконец-то, в конце он молился уже изо всех сил. И когда Господь ему дал, он говорил, «Ну, Господи, ну почему же ты мне раньше не давал этого? Если мне действительно нужно и это полезно, ничего там плохого нету», то Господь говорил, «Я ждал, когда ты действительно помолишься». Почему? Потому что сама молитва, она важна для человека. И считается, что иногда Господь не дает просимое, как бы ожидает, потому что для человека полезна сама молитва. И чем больше человек молится, тем больше он приближается к Богу, тем ближе он к Богу. И, конечно, мы видим часто в каких-то комфортных условиях, когда человеку все хорошо, когда у человека все есть, он забывает о Боге. Он забывает не только о Боге, а и о какой-то вечной жизни. Человек привязывается к этой временной жизни, забывая действительно значение этой временной жизни, жизни вечной. И поэтому, да, нас действительно посещают часто какие-то, можно сказать, темные полосы в жизни, черные полосы в жизни, то есть какие-то проблемы, которые бывают, и наваливаются на одну другую, прямо кучи к нам приходят. Но и тут важно еще помнить, что не столько Господь нас наказывает, сколько мы сами себя наказываем. Ведь этот мир создан Богом, премудро создан Богом таким образом, что в нем все взаимосвязано и все возвращается. Если человек делает что-то доброе, ему доброе возвращается. Если человек делает что-то злое, ему злое возвращается. Опять-таки, это закон не из-за жестокости Бога был им установлен, а из-за понимания необходимости этого закона как единственная возможность сохранить этот мир от полного его разрушения. Представьте себе, что было бы, если бы всякое преступление оставалось бы безнаказанным. то, конечно же, мир превратился бы в хаос, в анархию и пришел бы в упадок, и сам бы себя и разрушил. Но наказательная система государственная, она рассматривает только какие-то серьезные преступления против других людей, но игнорирует преступления человека против себя, преступления, которые он совершает в мыслях. И даже подумать, например, о воровстве, уже грех. И если не пресекать подобные грехи, то, в конце концов, они вольются в само преступление. И вот Господь не только за дела судит человека, но и за его даже помыслы. Опять-таки, судит в том плане, что даже его помыслы будут иметь влияние на его жизнь в дальнейшем. Хорошие помыслы — доброе влияние, злые помыслы — злое влияние. Таким образом, мы видим, что Господь есть не Господь наказующий, но Господь любящий, Господь заботящийся о своих чадах. Поэтому, если нас посетили в жизни какие-то трудности, и мы видим, что нам действительно тяжело, и порой даже впадаем в уныние, необходимо просто обратиться к Богу, просто попросить у Бога помощи, попросить у Бога прощения за свои грехи. И поэтому действительно есть смысл человеку обращаться не только в просьбах каких-то, но и в покаянии. И таким образом есть очень важное таинство в церкви, таинство исповеди, когда человек как раз просит прощения за грехи, для того, чтобы не пострадать из-за них в дальнейшем. Ну и нужно помнить, что каким бы человек не был грешным, какое бы он преступление совершил, Господь может быть прощен Богом, если действительно покаялся, если пожелал исправиться и отказаться от этого греха, и никогда больше не повторять подобное. Еще раз повторюсь, что в случае сложности ни в коем случае не стоит подать в уныние, не стоит расстраиваться, а необходимо обратиться к Богу, попросить прощения за грехи и попросить помощи у Бога в преодолении этих проблем, этих трудностей. Следующий вопрос. Иисус Христос сказал, если и тебя ударят в правую щелку, подставь в левую. Почему тогда православные служат в армии, занимаются боевыми искусствами? Действительно, Господь не проявлял агрессию никогда, лишь только когда выгнал торгующих из храма, и говорил о том, что если тебя ударят в правую щелку, подставь в левую. Почему же мы тогда видим, что множество было святых, почитаемых церковью, которые были воинами, и сейчас православные не отказываются от выполнения своих каких-то государственных обязанностей, в том числе служба в армии. И есть множество православных среди силовых структур каких-то, и военных контрактников, и в рядах полиции, и так далее, и так далее. Да и вообще, наверное, если человека, православного даже человека, обижают, порой мы видим, что они дают какой-то отпор. Правильно ли это? В первую очередь, конечно, нужно вспомнить источники этих слов. Почему Господь в Иудее говорил эти слова? Это было неким вознесением на новый уровень Ветхозаветного закона Толеона, сам Господь говорил в этой связи, око за око, зуб за зуб. Казалось бы, это противоположные вещи. Здесь говорится о мести, око за око, зуб за зуб, а здесь говорится о прощении. Наоборот, если тебя ударили, то необходимо простить. На самом деле нет. Это некое возвышение Ветхозаветного закона на новый уровень. Потому что око за око, зуб за зуб сейчас воспринимается неверно. Здесь и говорится о том, что если тебя обидели, то необходимо обязательно отомстить. Здесь говорится о том, что месть за какую-либо обиду, либо за какое-либо преступление против меня не должна быть более, нежели само преступление. То есть за зуб можно отомстить, только выбив зуб. За выбитое око можно отомстить, только выбив око. Но не более того. То есть некая ограничительная мера. И сейчас мы видим, что множество людей даже и этот Ветхозаветный закон не исполняет. Вот меня человек обидел, я его там толкну за это. А если меня кто-то толкнет, так я его еще и ударю за это. И так далее. То есть мы видим, что даже Ветхозаветный закон не исполняется. Что мы своим гневом стараемся отомстить гораздо больше, чем нам причинили вред. И таким образом вот этот вот ком мести, он превращается в некую лавину и в конце концов может закончиться и тяжелыми преступлениями, как убийство или другие какие-то увечья принести и так далее, и так далее. Господь же поднимает этот Ветхозаветный закон на новый уровень, говоря о том, что даже если тебя несправедливо обидели, даже если тебя несправедливо ударили, то не стоит искать мести. То необходимо смиренно это принять как некое, может быть, справедливое наказание за мои другие грехи, когда я когда-либо в другой момент. И постараться проявить к этому человеку любовь. Почему? Потому что если добром отвечать на зло, то зло уменьшится. А если злом отвечать на зло, то зло только увеличится. И действительно мы видим в жизни, когда порой человек так поступает, то он приводит агрессора в некое замешательство. Ну, например, если я кого-то толкнул, он вместо того, чтобы дать мне сдачу или как-то толкнуть меня обратно, проявляет некое смирение, то у здорового человека это вызовет некое смущение, что ли, может быть, даже покаяние, что, наверное, зря я так поступил. Ну, если я кого-то там обругал, он говорит, простите меня, пожалуйста, а не проявляют встречную агрессию, то, может быть, мне даже будет стыдно, что я как-то неправильно поступил с этим человеком. Но, с другой стороны, мы видим порой, что подобное поведение вызывает, наоборот, еще большую агрессию. Человек думает, что вот человек слаб, и раз он такую обиду стерпел, то стерпит и большую обиду. И вот тут важно найти вот эту грань, где мы действительно ищем мира, ищем способов пресечь зло, а где проявляем просто слабость и некое попустительство злу, то есть поощрение злу. Еще более остро стоит момент, когда встает вопрос не о моей защите, когда там ладно, меня обидели, меня оскорбили, но о защите ближнего, особенно слабого. И вот если в случаях моего личного конфликта могут быть варианты, как мне стоит поступить, то в случае, если обижают ближнего, если обижают человека, который слаб, то здесь однозначно, конечно, человек должен за него заступиться, должен ему помочь. И еще в большей мере человек должен помогать своему государству, своей семье. Если началась война, например, и на нас напали, то, конечно, необходимо человеку защищать свой дом, защищать от агрессии. И здесь не будет нарушением заповеди Христа о подставлении левой щеки, потому что если не пресекать зло в таком военном плане, то зла будет еще больше, то это зло разрастется, и пострадавших будет еще больше. Ну, представим себе, если, например, фашистская Германия напала на Советский Союз, если бы люди сказали бы, ну, давайте смиримся, давайте не будем противостоять, не будем ничего, никак бороться с фашистами, что было бы, что бы осталось в нашей стране? Ничего бы не осталось бы, полностью был бы уничтожен весь народ наш, и полностью было бы уничтожено наше государство. То есть в этом плане бездействие недопустимо. И мы видим, как раз как подтверждение этих слов, мы видим в истории множество случаев, когда святые становились воинами, когда святые или святые воины или воины становились святыми. Например, Георгий Победоносец был воином, Дмитрий Донской был воином и так далее. Множество святых, множество мучеников, 40 севастийских мучеников были солдатами и так далее. То есть быть воином, быть защитником своего государства это не только грех, но и некая почесть, некая заслуга даже человека. И действительно, когда человек готов отдать свою жизнь за своих близких, за своих родственников и за своих соотечественников, это геройский шаг, это большой поступок. Поэтому, да, нужно, во-первых, разграничивать ситуации, когда человек своим бездействием увеличит зло, то есть будет попускать распространение зло, или когда человек, наоборот, успокоит некую бурю, успокоит накал эмоций. Во-первых, во-вторых, нужно разграничивать мою личную какую-то обиду, мое личное оскорбление, мое личное удар мне в правую щеку, или удар ближнему. За ближнего, конечно, нужно заступиться, и особенно за свое государство, за церковь, за свою семью. Поэтому церковь не только допускает, но и благословляет служение в армии, поэтому мы видим часто в священниках есть и военные священники, так называемые капелланы, и часто перед тем, как люди идут на битву, или люди идут служить в армию, священник совершает особый чин благословения на воинское дело. Следующий вопрос. Почему в церкви все стоит денег? Ведь там все должно быть бесплатным. Действительно, многие люди считают, что, например, то, что в храме продают свечи или какие-то требы совершаются за оплату, это нарушение духа христианства, и этим самым, тем, что в храме продаются свечи, мы уподобляемся тем торговцам, которых изгнал Господь из храма. Ну, конечно, нужно разделять понятие торговли в храме как таковой, то есть, когда храм превращается в некий рынок, и когда человек имеет возможность в храме приобрести, например, свечку, чтобы поставить, помолиться тут же, или совершить какое-то требование, таинство заказать, или требование заказать, либо осветить иконочку, или купить иконочку, которая ему необходима, именно для духовной жизни. То, что человеку нужно в храме, ему, конечно, удобнее приобрести в храме, и плюс к тому, что сейчас наше время в самом, в основной части храма практически никогда не совершается продажа, потому что можете поменьшать службе. Обычно в связи с церковной лавкой, например, в нашем храме, в Святой Троицком храме, города Горячий Ключ, свечной ящик стоит в притворе, то есть в неком помещении, которое стоит перед храмом, ну, как можно сказать, коридор в храм. В некоторых храмах церковная лавка находится вообще за пределами храма, например, на территории храма. Ну, действительно встает вопрос, ну, почему свечки, те же свечки или те же требы, они совершаются за оплату? И как бы человеку, например, у него нету достаточно денег для того, чтобы это оплатить? Ну, в первую очередь причина. Почему? Потому что церковь, она, как многие неверно думают, она все-таки не спонсируется государством и живет только за свой собственный счет. Поэтому, чтобы церковь могла существовать, ей необходимы какие-то средства для того, чтобы платить за коммунальные услуги, за того, чтобы содержать людей, которые трудятся в храме, которые все свое время посвящают именно работе в храме, человек, кто убирает в храме, люди, которые служат, для того, чтобы в конце концов содержать священников, которые служат в храме, у которых нет других источников дохода, кроме как из церкви. Ведь у каждого священника, ну, большинство священников есть семья, есть дети, и в основном как раз священнические семьи, это многодетные семьи, и все они тоже учатся в школах, ходят в садик и кушают и требуют одеваться, поэтому действительно содержание священника, оно тоже состоит в церкви. И некоторые религиозные общины выполняли ветхозаветное и новозаветное правило, апостольское правило, когда все члены церкви платят десятину от своего дохода церкви. В Ветхом Завете все верующие идеи платили десятину на содержание храма, и в Новом Завете апостола тоже, во времена апостольские, тоже большинство людей, если не все свое имущество посвящали церкви и жили как-то общиной церковной, то десятину своих доходов, своей прибыли, они посвящали церковь. И на эту десятину содержалась община, и содержался священник, и так далее, и так далее. Сейчас в православной церкви не принято платить десятину, наверное, потому что большинство людей как-то возмутили подобными делами, но в принципе такая форма содержания храма есть даже в некоторых православных храмах, например, в Москве есть храм, в котором все прихожане платят десятину, и в нем бесплатно находятся все свечки, иконы, по необходимости прихожане этого храма, который платит десятину, могут брать бесплатно и бесплатно совершать все таинства, потому что храм уже содержится, уже имеет возможность содержаться за счет десятина. Но поскольку большинство людей эту десятину не платят, то храм вынужден содержаться как раз за счет таких пожертвований, пожертвований добровольно, сколько пожелает, столько может и пожертвовать, но и за такие пожертвования, как, например, покупка свечек или покупка икон, за это содержится храм, содержатся священники, и совершается, кстати, довольно большое количество добрых дел, которые совершает церковь. например, какая-то благотворительная с помощью бедным семьям, например, содержание воскресной школы или трапезная, где многие люди, которые, например, нечего покушать, могут тоже прийти и попросить попоесть, что очень часто бывает. Множество людей заходит в храм с просьбой помочь, например, в дорогу и церковь, чтобы люди не злоупотребляли этим. Церковь часто не платит деньги нуждающемуся, а, например, покупает билет, куда необходимо и так далее, и так далее. Множество многодетных семей получают помощь в храме. Конечно, это все было бы невозможно без тех же продаж свечек или продаж иконок в храме. Ну и самое главное, что если человека нет возможности даже купить свечку, ничего страшного в этом нет. Человек может просто прийти в храм и помолиться. Многие думают, вот не буду ходить в храм, чтобы не платить священникам или не платить никому. Пожалуйста, это тоже возможно. Приходите просто в храм, просто помолиться. Можете ни копеечки не оставить в храме и помолиться, и тем не менее это, конечно же, такая молитва тоже будет принята. Но если человек жадничает, скажем так, не желает даже чуть-чуть пожертвовать на храм, то, конечно, тут вопрос уже наличия греха. Спасибо большое за внимание. Мы в следующий раз постараемся тоже рассмотреть другие вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, какие-то претензии, может быть, к церкви, можете оставлять ваши вопросы либо на странице телеканала, либо написать записки в храм. Постараемся рассмотреть ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Помощи Божьей. субтитры субтитры Когда я победила на Олимпиаде. Плохало счастье, когда мы победили в Великой Есенове. Когда мы узнали, что нам помогут. Благотворительный фонд помощи детям «Край добра». Мы дарим только лишь слезы счастья. Для того, чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Счастье» на номер 7715. Подробнее на сайте крайдобра.ру